Ведущий шоу «Детектор лжи» на канале «Стопа» Здравствуйте, Дмитрий. Очень рада вас видеть у нас в своем видео впервые. Надеемся, что не первый и не последний раз в этом видео. Вполне возможно, все зависит от того, какие вопросы вы будете задавать. Вот, ну, вопросы задают ваши поклонники и поклонницы, поэтому уж не висуйте. Так, первый вопрос задал Маруся. Как вам работается на канале? И не хотите ли поменять специальность? Ну, хорошо работается, специально заменять, наверное, не хочу, тем более, что это не основной моей деятельности. Поэтому на данный момент меня все устраивает. А какой же основной? Я тренер. Тренер? Да. И что же вы тренируете? Бизнес-тренер. А бизнес-правда, ничего себе. Так, хорошо. Евгений спрашивает, как пересилили боязнь камеры? Была такая штука? Вот страшно. Ну, знаете, привычка. А первый эфир помните? Первый эфир не помню. Ну, страшно, обычно говорят, первый эфир самый страшный. Наверное, но вот у меня первый эфир был очень давно. Я еще там у себя дома в Кировограде работал в отделе новостей. Это был в году 2000-м, поэтому... Ты свой уже, в принципе, терпит. Тетка и калач, расскажи. Ну, я бы себя калачом, конечно, не называл, но какой-то опыт у меня уже был. Как привыкнуть к ответственности оратора? А какая ответственность есть у оратора? Ну, в принципе, хорошо, скажем, говорить верно сложно. Вот не делать ошибок, не замыкаться там, не говорить, не говариваться. А нужно ли проходить, вот на ваш взгляд, нужно ли заказать? Есть люди, которые могут это делать, не учась в этом, да? То есть, вот пришел, начал и ведет новости. Вот, да, рода Бога, есть такое? Или вы считаете, что все равно... Нет, я считаю, что есть. Мне вот мои таланты, они были даны при комплектации. Но, тем не менее, я считаю, что его можно очень легко сформировать. То есть, это можно учиться? Безусловно, да. Вопрос в тему дня. Играете ли вы в футбол? Нет. Не играете. А будете, а значит, нет. Сейчас нет, потому что сейчас очень сложный съемочный период. В эту среду начинается новый проект, ведущим которого я являюсь. Это проект «Спасите семью». Он очень будет похож на проект, связанный с детьми. Только теперь к нам обращаются семьи, которые находятся на грани развода. И для того, чтобы им как-то помочь, дать им второй шанс, вот был создан этот проект, и я являюсь его ведущим. Какой интересный проект. Так, а вообще-то вот интересует наших читателей, не напрягает ли вас большое количество иностранцев в городе? Большое количество чего? Иностранцев. Имеется в виду, видимо, болельщики, которые приехали на Евро в Киев. Нет, потому что я, наверное, за все время Евро ни разу в центре так и не был. А вот по пути из дому на канал мне иностранцы не встали. Не встречаются. Не попад, а разбегаются. Ну, понятно. Так, Машка обращается к вам. Как считаете, какими качествами должен обладать профессиональный телеведущий? Кто на ваш взгляд? Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я же не являюсь человеком, который выбирает телеведущих. Поэтому я даже не знаю, наверное, на что можно ориентироваться. Но я точно знаю, что вот есть люди, которые всегда удачно получаются. Это все-таки внешность? Нет, вот здесь, наверное, что-то другое. Потому что вот вроде смотришь человеком, он и симпатичный, и говорит складно. Но начинаешь же его фотографировать или снимать, а он то глаза закроет, то рот приоткроет, то еще что-то. Я не знаю, что это. Но, наверное, вот это вот. Ну вот, а если бы вы отбирали телеведущего, на что вы обращали внимание? Помимо этого момента, да? Хорошо, пожалуйста. Если бы я обращал. Если бы вы выбирали, вот на вас бы разложили такую функцию. Ну, мне кажется, человек должен соответствовать тому, что он говорит. Очень важно вот все эти идеи и тейсы, которые он будет заявлять, важно, чтобы он в них верил. Чтобы он был с ними согласен. Чтобы это не просто была говорящая голова, которую вот дали текст, а он его заучен произносить. Так, хорошо. Вопрос от Ирины. Вы фаталист? Вы верите в неотвратимость судьбы человека, в то, что все будет так, как должно быть? Или верите в себя? Хорошо вопрос. Это, видимо, у нас после вчерашнего телеведущего шоу «Экстрасенсы». Нет, я не фаталист. Я считаю, что человек может менять свою судьбу. Хотя, наверное, какие-то там склонности и предрасположенности у него есть. То есть, в принципе, склонен не быть. Хорошо. А вообще в сверхъестественные силы верите? Конечно. Верите, да? То есть, то есть, то выше... Я считаю, что там в средние века мобильная связь тоже была сверхъестественной силой. И за мобильный телефон нас бы сожгли на костре и привыкли на... Ну, видите, прогресс. А я говорю про сверхъестественные силы. Нет, а что такое сверхъестественные силы? Это вещи, которые пока что мы не можем объяснить с научной точки зрения. Точно так же, как мы не могли объяснить мобильную связь с научной точки зрения в средние века. Поэтому вполне возможно, что лет через 200-300 все мы будем участвовать в битве экстрасенсов. И называться этого будет уже как-то по-другому. Спасибо за ответ. Так, Татьяна обращается. Да, ну, я думаю, и вы, и... Татьяна, которая написала этот запрос, понимает, что сейчас очень сложно ответить ей на этот вопрос. И, безусловно, детская психика, она является очень сложной. И вот так вот заочно консультировать и ставить диагноз я бы не стал. И уж тем более не стал бы давать рекомендации. Потому что человек может отнестись к ним серьезно и начать это делать. А рекомендация может оказаться неуместной. Для того, чтобы помочь, нужна личная встреча, нужно личное участие. Потому что по телефону, уж тем более по переписке этого делать точно не стоит. Хотя очень хорошо, что есть люди, которые осознают, что у них есть проблемы с детьми. И, наверное, вот это самое приятное, что для меня есть в передаче «Спасите, дорогая, мы убиваем детей». Видеть, что у этой передачи есть какой-то резонанс. Это не просто какое-то шоу, которое все посмотрели и забыли. А действительно начинают задумываться. И что-то в их жизни меняется. Потому что мне кажется, что сейчас в условиях технического прогресса, в который вы верите, при наличии интернета правильно воспитывать ребенка несложно. Нужно просто задаться себе целью, задуматься, попытаться найти ответы на те вопросы, которые стоят. Потому что большинство родителей, они приходят с очень банальными и смешными проблемами. Им просто даже в голову не приходило взять и поискать ответ на этот вопрос самостоятельно. Возможно. Спасибо большое за комментарий. Так, у нас вопрос с подбохом от Руслана. Дмитрий, хотелось бы услышать Ваши комментарии. Только честно. Материал он взял из Википедии, где о статистической погрешности написано. В 1997 году по результатам опроса 421 психолога средняя точность теста полиграфа оценивается примерно в 61%. Мы обнаружили, что были восточные европейцы, которые могли обмануть полиграф в любое время. У американцев это не очень хорошо получается, потому что у нас воспитывают говорить правду. И когда мы лжем, то легко обнаружить, что мы лжем. Но мы находим, что много европейцев и азиатов могут легко обмануть полиграф. Это данные в Википедии. Прокомментируйте только честно. Комментирую абсолютно честно. Википедия вообще такой ресурс, который сам говорит о том, что информация может быть неподтвержденной и недостоверной. Кроме того, для того, чтобы комментировать это, нужно понимать, какие были исследования, как они проводились, какова была выборка. 400 человек это, в общем-то, это кого, психологов или испытуемых? 421 психолог заявил о том, что... Безусловно, смотрите, полиграф обмануть можно. Именно поэтому полиграф и не используется при судебных разбирательствах. Но обычному человеку, который не готовился обманывать полиграф, который не проходил курсы, как обмануть полиграфолога, ему это сделать сложно. Тем более, что, ну, все-таки, даже развитие, как сказать правильно, полиграфической индустрии, в смысле полиграфа, а не полиграфия, оно не стоит на месте. Мне кажется, что те полиграфологи, которые работают у нас на проекте, они являются профессионалами. И обмануть их крайне сложно, да? Да. Спасибо. Так, вопрос очень интересный от Ниши. Научились ли вы определить, правду ли говорит человек или врет? Вот, по сту проекта. Ну, я... Я это умел и до проекта. Так. Поэтому, но... Вы учились, да? Да. Огромный вопрос от Екатерины Васильевны. Я его буду засчитывать дробно, чтобы мы по порядку. А, там это один вопрос или их несколько? Это один, тут много вопросов. Хорошо. В одном смес. Здравствуйте, Дмитрий. В первую очередь хочу выразить вам восхищение, как сильной личности, как хорошему специалисту. Вы большой молодец. У меня следующие вопросы. Давайте по порядку. Дмитрий, а вы бы хотели сами поучаствовать в этом шоу, но не в качестве ведущего, а в качестве участника? И доказать, что честным, и только, что вы честны. Ну, два вопроса. Хотел бы ли я поучаствовать и что-то доказать? Доказывать, наверное, ничего бы не хотел. Поучаствовать вполне возможно. Возможно. Да? Все зависит от приза. Все-таки понятно. Хорошо, экономистское вознаграждение. Так, вопрос следующий. Как вы думаете, что движет людьми, которые приходят на шоу? Жажда на жилы, легких денег или желание скинуть с себя груз и рассказать правду? По-разному. Безусловно, деньги для кого-то важны. Но бывали случаи, когда я предлагал людям отказаться от денег. Ну, безусловно, понятно, что в рамках формата мы не можем им ничего не заплатить. Но они говорили, что хорошо, я сюда пришел не за этим. Есть люди, которые действительно приходят признаться в чем-то, и это очень хорошо, потому что для меня это шоу, оно вот оказалось, ну, каким-то таким терапевтическим, психотерапевтическим. Потому что многие действительно меняются, меняются уже в студии. И, ну, я бы это шоу сравнил с, ну, исповедью. Потому что многие приходят туда именно с этой целью. То есть они приходят исповедоваться, но не перед Богом, а перед своими близкими, перед людьми, с которыми они живут. Для них это важно. И вот эта вот сторона этого шоу мне очень приятна. Когда видишь, что человек осознает эти проблемы, что он готов меняться, готов открываться. Так, хорошо, спасибо. Вот следующая серия вопросов от Екатерины. Как вы считаете, и правильно ли вообще говорить такую правду на всю страну? Не проще ли сходить к специалистам и выяснить все, ну, при закрытых дверях, скажем? Ну, здесь нужно понять, какую такую правду. Мне непонятно. Но все зависит от каждого конкретного случая. Есть люди, которые действительно считают, что им нечего скрывать. И они хотят, или они хотят перестать скрывать что-то от других. Поэтому для них это шоу очень важно. И тем более пойти к специалисту, ну, привезти туда еще своих родственников. Я не знаю специалиста, к которому можно привезти родственников и сказать, я сейчас на вашем фоне, уважаемый специалист, признаюсь своим родственникам в том, что я им хочу сказать. Так, спасибо. Следующий вопрос. Откуда столько информации вы берете о человеке? Ну, перед тем, как человек попадает к нам в шоу, с ним проводят интервью, с ним очень долго разговаривают, смотрят, насколько его история интересна, насколько его помыслы чисты в каком-то смысле. Действительно ли ему есть что сказать, или это просто обычная история. И в рамках этого интервью многое узнается. Потом на полиграфии ему задается много вопросов. Ведь это мы для эфира выбираем только 21 вопрос. А так человеку задается порядка 80 вопросов. Спасибо большое. Так, и окончание вопроса. Так, всем известно, что вы по образованию маркетолог. Как-то так, с ошибкой. И психотерапевт. Так, так. Для меня лично понятно, почему вы сделали такой выбор профессии. Так, ну вот интересуется, Кателина, не тянет ли вас заняться еще и творчеством? Допустим, стать певцом или художником, или режиссером. Нет таких планов? Ну, смотрите, творчество – это создавать что-то новое. А создавать что-то новое не обязательно можно с помощью картин. Ведь иногда построение диалога – это тоже творческий процесс. Правда ли? Конечно. И развернуть его можно в другую сторону тоже, применив элементы творчества. Я бы не сказал, что у меня профессия не творческая. Она, может быть, не является творческой вот в обычном понимании этого слова. Но здесь действительно нужно создавать что-то новое, придумывать что-то новое и делать это. Так, вопрос очень интересный, тоже от Екатерины. Как вы считаете, правильно ли использовать детектор лжи при приеме сотрудника на работу? Я знаю, что у многих иностранных компаний это практикуется. Как вы думаете, это законно? Ну, смотрите, здесь есть несколько плоскостей. Первое – это законность. Я не берусь судить, потому что у меня нет юридического образования. Второе – это интересы работодателя. Безусловно, для работодателя это крайне выгодно, потому что он понимает, с кем он работает. И здесь действуют принципы, лучше мы отсеем 100 хороших людей, но не возьмем одного вора, чем возьмем одного вора. Неправильно, да. Да, поэтому я считаю, что этот принцип вполне оправдан. То есть, зависит от тех вопросов, которые будут задаваться человеком? Ну, я надеюсь, что там задаются сугубо профессиональные вопросы, а не такие, как у нас на проекте. Хорошо, спасибо большое за ответ. Так, следующий вопрос. В какой стране вы бы хотели жить? Берем в расчет и политического обстановка. В какой стране я бы хотел жить, но я никогда об этом не задумывался. То есть, в принципе, вас устраивает жизнь в Украине? В принципе, да. Хорошо, а в каких странах вы побывали, и что вас, допустим, шокировало или понравилось настолько сильно, что вам бы хотелось вернуться? Может быть, в качестве туриста нельзя жить там, да? Меня шокировала Белоруссия. Да? Да. Я думаю, это ровные дороги, да? Нет. Нет, не угадала. Нет, это отсутствие рекламы, пустые полки в магазинах, отсутствие ассортимента и надписи в магазинах «Конфискованный товар». Ужасно. Да, это прошло. Ну, у нас такого прошлого, по-моему, не было даже в прошлом. Да? Так, как у них в настоящем. В любом случае, ну, для меня вот наш проект является самым шокирующим, который по впечатлениям не сравнится с посещением ни одной страны. Тем более, вот сейчас будет второй сезон, который покажут осенью и, не знаю, к счастью или к сожалению, там история еще более интересная, что меня очень удивляет. Потому что я, например, считаю, что нам многие не верят в то, что это реальные люди. И я бы сам не верил, если бы я не видел журналистов, которые работают с этими людьми, которые ездят к ним, которые обсуждают историю, которые думают, а куда бы развернуть этот диалог. Но это действительно живые люди, и это такая очень потрясающая для меня новость. Понятно, спасибо. Так, интересуюсь, вот такой риторический вопрос, что для вас счастье, и считаете ли вы себя счастливым человеком? Ну, если это вопрос риторический, то есть можно на него не отвечать. Не желательно ответить, это интересно. Да, я считаю себя счастливым человеком, а счастье – это когда человек делает то, что он хочет. Вот когда его возможности не расходятся с его желаниями. В принципе, у меня интересная работа, у меня хорошая семья, я занимаюсь тем, чем я хочу. Так, спасибо. Еще один интересный вопрос. Вот мы говорили ранее о, скажем, о сверхъестественном, да, о людях, которые владеют, допустим, какими-то сверхъестественными способностями. Кто-то может видеть прошлое, ну, возможно, как они утверждают. Если бы вы могли выбрать какую-то способность, что бы вы для себя выбрали? А из чего выбирать? Вы мне список предложили. А вы выбираете вот… Видеть прошлое? Нет, видеть прошлое не хочу. Я бы, наверное, выбрал способность видеть будущее. Видеть будущее или, допустим, говорить человеку правду или нет? Ну, нет, это не интересная способность, тем более, что она в каком-то смысле уже у меня есть. Так, ну да, в принципе, да, мы сотренируемся в этом плане. Конечно. Так, вопрос. Как вы справляетесь с усталостью, с тем, что через вас проходит очень много людей, да, вот разных и с разными проблемами? Легко ли вам переключаться с одной ситуацией на другую? И как переключаться с работы на дом? Вот у вас этот момент легко проходит? Вы научились или все же остается? Осадок какой-то бывает. Так, у меня-то работа связана с людьми, с общением, да, соответственно, что я делаю дома? Я же тоже дома с людьми общаюсь, поэтому переключения как такового не происходит. Здесь очень важно вот эмоционально не выгореть, потому что в работе психотерапевта это является проблемой. Некоторые психотерапевты выгорают, они вот перенимают проблемы клиента на себя, да, и в результате они вместе с ними вот проживают. Ну, у меня как-то получается с этим справляться, поэтому единственная усталость, которая у меня есть, это вот, наверное, физическая, потому что иногда съемки длятся достаточно долго, ну, по времени. Мы можем начать утром и закончить поздним вечером. Понятно, то есть работа сама по себе выматывает, по количеству времени вытрачивает. Да, а работа как предмет, то есть тема разговоров нет. Наоборот, даже интересно, как за человек, те, что ты говорила, открываются. Но все равно надо правильно воспринимать, я так понимаю, да, то есть чрезмерно не сопереживать, потому что это, видимо, тоже накладывает. Ну, как вот через мир, если вы не будете сопереживать человеку, он не будет открываться перед вами. Поэтому сопереживать нужно, нужно просто знать, что потом с этим делать. Нужно не нести это дальше с собой. Вы знаете, есть такая интересная история о двух буддийских монахах. Им нельзя прикасаться к женщинам, и они отправились в путешествие. И придя к горной реке, они встретили там женщину, которая не могла перейти, потому что поток был очень бурным. И один из монахов взял эту женщину на руки и перенес, поставил, и они пошли дальше. Пошли они, остановились вечером на привал, разошли костер, и второй монахий ему говорит, слушай, вот нам же нельзя к женщинам прикасаться, а ты это сделал, как же так вот? Скажи мне, брат. А он отвечает, ну вот я женщину взял, перенес и оставил, а ты несешь ее до сих пор. Вот так вот, очень вот, спасибо. Так, Анастасия обращается к вам. Дмитрий, скажите, пожалуйста, какая история вас больше всего шокировала, удивила и трудно всего верилась в услышанное? Это три вопроса, спасибо большое. Так, больше всего шокировала, больше всего удивила и самая невероятная история. Ну, если честно, мне сложно будет ответить на этот вопрос, потому что мы сейчас обсуждаем истории второго сезона, и у меня сейчас все смешалось. Вот чтобы не рассказать вам заранее истории второго сезона, я не буду говорить о том, что было шокирующим. В целом, очень шокирует то, что люди готовы говорить правду. Если честно, мы ожидали от этого проекта, что просто люди будут приходить зарабатывать деньги и обменивать правду на деньги. А многие люди приходят сюда абсолютно не за деньгами. И вот это вот шокирует. То есть, вот именно то, что люди просто хотят выговорить, да? Да, то, что для них это крайне важно. Когда вот встречаешь историю, где сын не говорил с мамой уже полтора года, потому что как-то они по телефону неправильно выяснили отношения, это очень странно. И здорово, что они вот после этого проекта начинают общаться. То есть, польза есть. Очень надеюсь, что есть. Так, следующий вопрос интересует сочетательница Дмитрия. Как вы попали на канал СТБ и стали ведущим? Сразу двух пока. Уже даже трех. Нет, ну я не становился ведущим сразу двух программ. Я вначале стал ведущим одной программы, потом второй, потом третьей. А на канал СТБ я попал в рамках проекта «Правила жизни». Им нужен был консультант, который бы откомментировал какую-то ситуацию с точки зрения НЛП. И вот так. Вот так вот. Да. Я уже даже не помню, каким образом мы нашли друг друга. Но с тех пор все повелось. Вы стали постоянным сотрудником телеканала СТБ. Спасибо за ответ. Вопрос от Веры. Дмитрий, я не пропускаю ни одной передачи с вашим участием. Меня волнует тема в отношении между родителями и детьми. Отношения выстраиваются еще с рождения ребенка. В молодости мы об этом не задумываемся. Я вижу, что в семье моей дочери с сыном проблемы. Он замкнут, может соврать и другое. Но в учебе и в музыке способны. Конечно, я ничего не могу изменить. Моя взрослая дочь давно меня не слышит. А мой внучь никогда не радуется и ничему не удивляется в свои 14 лет. Очень переживаю, но эту ситуацию не исправишь. Сообщите, пожалуйста, куда вам можно написать этот крик о помощи. Здесь по понятным причинам всего не слушаешь. Ну, на последний вопрос. Писать мне никуда не надо, учитывая третий проект, где я вряд ли смогу сейчас помочь. Я сейчас не беру новых клиентов, работаю с теми, кто у меня был. И на новых просто времени не хватает. Но смотрите, вот ситуация, которую описала Вера Григорьевна, она типична. Что происходит? Сын Веры Григорьевны не слушает свою маму. Но дочь Веры Григорьевны, мама этого сына, она тоже игнорирует Веру Григорьевну. То есть проблема-то изначально, я бы сказал, началась с Веры Григорьевны, которая выстроила так отношения со своей дочерью, что она ее не слышит. И теперь она же эти отношения передала своему сыну. Получается вот так вот, да. То есть в принципе нужно решать проблему еще из, скажем, из истоков. Ну, конечно. Хорошо, спасибо. Ну, я так понимаю, продолжение «Куханам и убываем и детям» будет, да, программы? Еще будут новые сезоны? Да, конечно. То есть я думаю, что Вера Григорьевна может обратиться в эту программу. Осенью мы начинаем четвертый сезон. Или третий, я уже не помню. Ну, новый сезон. Так, новый сезон, сейчас съемки идут. А как стать участником проекта? Что нужно сделать? Нужно прийти на сайт, заполнить анкету, свяжется журналист, который рассмотрит семью, выйдет, пообщается и примет решение, готова ли эта семья меняться и работать с нами. Так что Вера Григорьевна, есть реальный шанс. В принципе, да. Спасибо большое за ответ. Так, Рита обращается к вам. Когда вы первый раз услышали ответ на последний вопрос в 11 выпуске, помните так? Нет, конечно. И вопрос в 11 выпуске. Потому что тот 11 выпуск, который был показан в эфире, он же мог был быть отснят совсем не 11, а четвертым. Поэтому очень сложный такой вопрос. Да, мы уже снимаем, потому что мы действительно не... Если бы был вопрос, тогда, наверное, можно было бы на него ответить. Так, ну второй вопрос от Риты. Как канал выбирал полиграфолога и проверялась ли его квалификация? Хотел пошутить и сказать, что это абсолютно случайная линия, но кто подумал, что это можно будет правильно вырезать? Конечно. Поэтому шутить не буду. Сама процедура отбора полиграфолога у меня неизвестна, я при этом не участвовал. Но общаясь с ними, я могу сказать, что это действительно профессионалы, люди, которые знают, что делают. Кроме того, еще перед началом съемок первого сезона мы приглашали журналистов, чтобы они лично прошли этот полиграф. И, в общем-то, они остались довольны профессионализмом полиграфолога. Значит, все-таки кастинг был. Кастинг был. Людмила обращается к вам. Какой из проектов, которые вы ведете, вам больше всего по душе? Вот они все по-своему хороши. Потому что вот в проекте «Куханам и убываем у детей» мне очень нравится резонанс этого проекта. То, что он заставляет задуматься. Проект «Спасите семью» я думаю, будет иметь такой же эффект, потому что будут показаны проблемы, которые есть в семьях с разных сторон. И, возможно, это заставит людей задуматься. Кроме того, мне кажется, проект покажет, что в каком-то смысле невозможное возможно. Если два человека хотят что-то сделать со своими отношениями, они могут это сделать. А иногда они предпочитают просто разрушить семью. И хорошо, если это не касается никого. А если в семье есть дети, тогда это уже становится не только их проблемой, но и проблемой их детей. Это то, что мне нравится в проектах «Куханам и убываем у детей» и «Спасите семью». «Детектор лжи» мне нравится как проект тем, что он очень такой психотерапевтичный. Там действительно люди меняются в течение этого съема, в течение одного сеанса, если это можно так сказать. И это очень хорошо, потому что очень приятно видеть, когда они в начале проекта сидели друг на друга косо смотрели, а потом в конце обнимаются. Ну, приятно. Поэтому эти проекты мне очень нравятся. Все проекты по душе. Да, к счастью, да. Вообще стараюсь не делать того, что мне не нравится. Так, вопрос от Людмилы еще один. Когда ждать второй сезон «Детектора лжи» и будут ли там такие же шокирующие истории? Осенью. Истории будут еще, по-моему, более шокирующие, чем в первом сезоне. А звезд приглашать будете? Пускай это останется тайной. Секретом. Да. Останет сюрпризом в итоге. Так, Маргарита, скажите, Дмитрий, как без детектора увидеть, что человек обманывает или влюблен? Это возможно? Конечно, возможно. А как? Расскажите. По невербальным признакам. По языку тела. Есть много всяких разных признаков. Я бы сейчас о них говорить не стал, потому что умение читать язык тела – это, в общем-то, достаточно сложный предмет. И вот как бы не получилось так, что я сейчас скажу несколько признаков, а ваша читательница из этого потом мужа пилить будет. Перед тем, как, одно точно могу сказать, это возможно. Перед тем, как заняться этим предметом, заняться тем, что вы будете пытаться понять, лгут вам или нет, нужно понять суть. На это нужно потратить какое-то время и вот так вот сгорячание рубили. Раз он посмотрел вправо, значит, это плохо. Если он почесал нос, значит, есть еще что-то. Все невербальные признаки нужно рассматривать в комплексе. Безусловно, почесывание носа является косвенным признаком лжи. Но нельзя говорить, что это стопроцентно. Всегда это нужно перепроверять и искать дополнения в других признаках. То есть совокупность признаков? Безусловно. То есть это большая, серьезная норма? Да, это возможно, но вот это не так просто, как может показаться. Давайте тогда пару признаков влюбленности. Это приятная тема. Пару признаков влюбленности? Как определить, что человек влюблен? Есть какие-то признаки? Ну, конечно же, есть. Я уверен, о них все знают. Ну, во-первых, это томный взгляд. Так. Да? Есть такой признак? Может быть. Почему? Вспомните, когда вы были влюблены. Как вы смотрели на объект своей любви? Я же себя не вижу со стороны. Ну, конечно. Ну, понятие томный взгляд, это несколько разное. Это есть люди, у которых вообще томный взгляд. Нет. Да ладно, у меня подруга так все время смотрит. Да? А может, она все время влюблена? Вы же не знаете. Ну, может быть. Но я в любом случае рада. Ну, никогда не задумывался над тем, какие есть признаки влюбленности. У меня никогда не было цели диагностировать человека, влюблен он сейчас или лукавит. Поэтому мне, наверное, сложно ответить на этот вопрос. Но можно говорить о том, что это взгляд, это определенная манера поведения по отношению к человеку. И симпатия какая-то. Спасибо. Так, Анна обращается к вам. На некоторых сайтах писали, что вы стали экспертом нового шоу на СТБ «Все будет доброе». Это правда? Да, это правда. Так. Что это за шоу? Немножко расскажите. Это шоу будет выходить в дневное время. Если не ошибаюсь, с 4 до 6 это шоу будет, в общем-то, посвящено сугубо женщинам. Там рассматриваются женские вопросы, начиная от выбора матраса и заканчивая отношениями друг с другом. Как не ругаться или как ругаться правильно. Как ругаться правильно, это интересно. Так, хорошо. А вот в качестве какого эксперта в этом будете появляться? Что вы хоть? В качестве психолога это, по-моему, в качестве психолога? Спасибо. Так, Светлана обращается к вам и хочет уточнить, зарегистрированы ли вы в социальных сетях? Нет. Нет, вас нельзя обойти к вам. Жаль. Так, Дмитрий, когда вы поняли, что психология это ваше признание? Спрашивает Катерина. Ну вот, не знаю, я не мыслю такими категориями, как признание, но психология мне была интересна еще со школы. Я именно поэтому и выбрал одну из, ну, первую специальность маркетолога, потому что это психология масса, в смысле маркетинг, это поведение потребителя и поведение на рынке. То есть в какой-то мире тоже закатывает психологию? А вот в детстве вы кем хотели быть? Я не поверю, что психологом. В детстве? Да. Ну, сейчас, наверное, не вспомню, думаю, что однозначно хотел быть космонавтом. Так. Юристом, наверное, хотел быть. Но это уже больше не в детстве, это вот было попозже. Так, как в средней школе, да? В средней школе. Все-таки юристом, а потом пришли все-таки к психологии. Ну да, что-то с юристом, наверное, не получилось. Я уже не помню эту историю. Так, Катерина обращается к вам. Скажите, в какой школе вы учились и были ли у вас проблемы с учебой? Проблемы с учебой? Ну, конечно, были. А нелюбимые предметы были? Нелюбимые предметы у меня были точные. Точные науки, да? Проблемы начались, там, не помню, в какой момент. У меня с математикой начались проблемы, и в связи с этим точно науки мне перестали быть интересными. Все-таки вы же понимаете, что там, если ты упустил что-то одно, то дальше начинаются с этим сложности. Вот не очень любил точные науки, где нужно было считать. Это точно помню. Так, а вот в детстве вы посещали какие-то кружки? Повлияло ли это на выбор вашей профессии? Александр, интересуетесь? Нет, кружок юного психолога я не посещал. А какие-то кружки? Ну, наверное, да. У нас же тогда все ходили на музыку, все ходили на танцы. Вот тогда это было модно. Ходил в кружок юных фотографов. Ну, как видите, ничего не связано с моей нынешней работой. Вот так вот, а так получилось. Так, интересуется Арина, общаетесь ли вы с участниками по окончании шоу? Нет. Нет, у меня было таких случаев. Так, мы подходим к вам на концу. Юлия обращается к вам. Дмитрий, скажите, пожалуйста, какие качества вы оцените в женщине прежде всего? Ну, наверное, это качество, это умение быть женщиной. И что это означает для вас? Вот сложно, наверное, ответить сейчас на этот вопрос. Так вот, в явных признаках, как вы хотите. Но, вот знаете, есть мужская модель поведения, есть женская модель поведения. Я все-таки считаю, что женщина должна быть слабой, нежной, ранимой, чувственной. Женственной. Женственной. За что вы подразумевали? Спасибо за ответ. Так, Юлия Новицкая, такой несколько вопрос рисковатый, но зачитаю. Дмитрий, когда-либо у вас вызывали негативные эмоции участники проекта «Детекта лжи»? Или вы все-таки с точки зрения психолога стараетесь абстрагироваться от негативных эмоций? Наверное вызывали, я сейчас не помню, но мне по профессии не положено негодовать на клиентов. То есть эмоций таких не было? Во всяком случае не помню. Ярких не было, значит, наверное, нет. Так, и последний традиционный вопрос касательно Евро-2012. Вы являетесь активным болельщиком? Нет. Нет, но в нашей команде переживаете? Сегодня матч Украина-Англия. Да, кто победит? Да, кто победит, мы не знаем, но мы надеемся. Нет, как же мы не знаем? Мы знаем. Знаем? Конечно знаем, но никому не скажем. Мы никому не скажем, но мы верим все-таки в победу нашей команде. Спасибо большое, Дмитрий. Я знаю, что у нас сегодня в гостях был ведущий шоу ДТКТ на канале СТБ. Дмитрий Карпачев, Дмитрий, вам успехов всяческих, побольше интересных проектов. Приходите к нам в гости. Спасибо. Спасибо. Приглашайте.